Первый том добротолюбия. Поучение и наставление святого Антония Великого. Лучше потому не говорите бы, не этого хочет Бог для спасения человека. Душа состраждет телу, а тело не состраждет в душе. Так когда тело растекает, страдает с ним и душа, и когда тело крепко и здорово, соуслаждается тем и чувство душевное. Но когда душа раздумывает, раскаивается, не раздумывает, не раскаивается вместе с ней и тело, а пребывает само по себе, оставаясь позади, не двигаясь. Ибо раздумывание, раскаяние, есть болезненное чувство души, равно как неведение, гордость, неверие, любостяжание, ненависть, зависть, гнев, малодушие, тщеславие, честолюбие, несогласие, нечувствие добра и подобное душою, производится. Помышляя о Боге, будь благочестив, независлив, добр, целомудр, кроток, щедр по силе, общителен, неспорлив и подобное. Ибо всем этим угождать Богу есть некрадомое богатство души. А также следует не осуждать никого или ни о ком не говорить, что он нехорош, согрешил. Но лучше разыскивать свои худые дела и свою жизнь рассматривать самим собою. Угодна ли она Богу? Какое нам дело до того, что другое, кто нехорош? Истинный человек старается быть благочестивым. Благочестив тот, кто не желает чужого ему. Чуждо же человеку все сотворенное. Итак, презри все, так как ты образ Божий. Образом Божьим бывает человек, когда живет право и Богоугодно. А этому быть невозможно, если не останет человек от всего страстного. У кого он боголюбив, тот и спустен во всем, что спасительный для души и во всяком благоговеенстве, требуемом от него. Боголюбивый муж не укоряет никого другого, потому что знает, что и сам согрешает. И это есть признак души спасающейся. Те, которые с усилием стараются иметь временное стяжание, и забыв о смерти и погибели души своей, любят вожделение злых дел, а о том, что спасительно для них, не заботятся, не представляют себе бедные, что претерпевают люди от зла по смерти. Бог не есть виновник зла. Он даровал человеку разум, способность различать добро и зло, и самовластие. Злые же страсти рождаются уже от нерадения и беспечности людей. Отнюдь не виновен в них Бог. По свободному выбору воли демоны сделали злыми, равно как и большая часть людей. Человек, благочестиво живущий, не попускает злу войти в душу. А когда нет души от зла, тогда она бывает безопасна и невредима. Но таковыми ни злобный демон, ни случайности не имеет власти. Бог избавляет их от зол, и живут они невредимо, хранимы, как богоподобные. Похвалит ли кто такого человека, он в себе самом посмеивается над хвалящими его. А бесславит ли, он сам не защищается перед поносящими его. И не негодует за то, что так говорят они о нем. Зло прирожается к истеслу, как ржавчина к меди и грязнота к телу. Но как не медник производит ржавчину и не родители грязноту, так и не бог произвел зло. Он даровал человеку совесть и разум, чтобы избегал зла, знает, что оно вредно для него, и готовит ему муку. Смотри же внимательно. Увидев такого счастливца, силе и богатстве, ни под каким видом не ублажай его, прельщен, будучи демоном, но тотчас смерть да будет у тебя перед глазами, и никогда не возжелаешь ты ничего худого или житейского. Бог наш тем, которые на небе даровал бессмертие, и тех, которые на земле создал подлежащими изменениям. Всему прочему даровал жизни и движения, и все для человека. И так, да не увлекает тебя житейские прелести, когда дьявол будет влагать злые помышления в душу твою. Но тотчас вспомни о небесных благах и скажи себе самому, если захочу, в моей состоит власти победить, и это восстание страсти. Но я не побежду, если захочу удовлетворить моему желанию. Таким-то подвизайся подвигам, могущим спасти твою душу. 93. Жизнь есть в соединении и сочетании ума, духа, души и тела. А смерть есть не погибель этих сочетанных частей, а расторжение их союза. Все это Бог хранит и по расторжению. 94. Ум не есть душа, но дар Божий, спасающий душу. Богоугодный ум течет впереди души и советует ей презреть временное, вещественное и тленное, а возлюбить благо вечное, нетленное и невещественное, так, чтобы человек, живя в теле умом, представлял и созерцал небесное и божественное. 95. Таким образом, ум Боголюбивый есть благодетель и спаситель человеческой души. Душа, поблажая тело, омрачается удовольствием и погибает. 96. Боголюбивый ум действует противно этому. Он причиняет скорбь телу и спасает душу, как врач, растекающий и жгущий тела. 97. Те души, которые не обуздуются разумом и не управляются умом, которые бы остепенял, удерживал и направлял куда следует страсти их, то есть скорбь и удовольствие, такие души погибают, как неразумные животные, потому что у них разум увлекаем бывает страстями, как кучер лошадьми, вышедшими у него из повиновения. Величайшая болезнь души – крайняя беда и пагуба. 99. Не знать Бога, все создавшего для человека и даровавшего ему ум и слово, которыми, возносясь к горнему, может он вступать в общение с Богом, созерцая и прославляя его. Душа в теле, в душе ум, в уме слово, которыми созерцаемый и прославляемый Бог обессмертивает душу, даруя ей не тление и наслаждение вечное. Ибо Бог всему сущему даровал бытие по единой своей благости. Бог, сотворив человека самовластным, как независный, всесчедрый и благий, доставил ему возможность, если захочет угождать Богу. Угодно же Богу то, чтобы в человеке не было зла, ибо если люди хвалят хорошее делу и добродетели святой и боголюбивой души, а дела срамные и злые осуждают, не тем ли паче Бог, хотящий спасения человеку. Благо получает человек от Бога, как благого, а злу подвергается человек сам от себя, отсущего в нем зла от похоти и нечувствия. Безрассудная душа по естеству бессмертна, и госпожа тела становится рабою тела из-за чувственных удовольствий, не разумея, что усложнение тела – пагуба души. Но спадши в нечувствии и обьюродевши, забот его печется она о тем усложнении тела. Бог – благ, а человек – зол. На небе нет зла, а на земле нет истинного блага. Но умный человек избирает высшее, познает Бога всяческих, благодарит и воспевает Его. Телом же своим гнушается прежде смерти, и злым его чувствованием, требованием, желанием не позволяет приходить в исполнение, зная их пагубность и злое действие. Грехолюбивый человек любит много стяжания, а о правде не родит, не помышляя о неверности, непостоянности и маловременности жизни, и не помня о неподкупности и неизбежности смерти. Если же и в старости кто бывает так срамен и несмыслен, то он, как древо гнилое, не гошь ни на какое дело. Удовольствие и радость чувствуем мы после того, как испытываем скорбную. Ибо не сладко пьет тот, кто не томился жаждой, не сладко ест, кто не голодал, не сладко засыпает, кто кого сильно не клонила дремота, не сильно чувствует радость, кто прежде не был в скорби. Так и вечными благами не насладимся мы, если не презрим маловременное. Слово есть слуга ума. Что хочет ум, то и слово выражает. Ум все видит, даже то, что на небе, и ничто не помрачает его, кроме одного греха. Для чистого же ничего нет неудобно понятного, как для слова его, неизлаголанного. По телу человек смертен, а по уму и по слову бессмертен. Молча ты умствуешь, и ум свое говорится тебе, ибо в молчании он рождает слово. Благодарное же слово Богу принеси, на иди в спасение без человека. Говорящий не смысл, но не имеет ума, ибо говорить ничего не думает. Но рассмотри, что полезно тебе делать для спасения души. Слово умное и бесполезное есть дар Божий напротив. Слово пустопорожное, хотят все определять меры, расстояние... ...что никакое ему не приносит пользы, как бы желая решетом, засчеркнуть воды, ибо этого людям нет возможности найти. Небо никто не видит, и того, что на нем. Познать никто не может, кроме человека, ревнующего добродетельной жизни, который ведает и прославляет сотворившего оное. Небо во спасение и жизнь человеку. Таковы боголюбивый муж, несомненно, знает, что без Бога нет ничего, но что он есть везде и во всем, как Бог, ничем не ограниченный. Как из матернего чрева выходит человек, так и из тела душа выходит голая, и бывает иная чистая и светлая, иная запятана падениями, а иная черная от многих прегрешений. Почему умная и боголюбивая душа, поминая и рассуждая о бедах и крайностях послесмертных, живет благочестиво, чтобы не быть осужденной, не подвергнуться им, а неверующие безумной душою не чувствуют и грешат, презирая имеющие быть там. Как исшедший из чрева не помнишь того, что было в чреве, так исшедший из тела не помнишь того, что было в теле. Как исшедший из чрева стал ты лучше и больше телом, так исшедший из тела чистым и нескверным, будешь лучшим и нетленным, пребывая на небесах. Как телу, когда совершенно разовьется в отчеве, необходимо родиться, так душе, когда она достигнет положенного богом предела ее жизни в теле, необходимо выйти из тела. Как ты будешь относиться к душе, пока она в теле, так и она отнесется к тебе, вышедший из тела. Хорошо послуживший здесь телу своему, доставляя ему всякие утехи, худую сам себе оказал услугу по смерти, как известно из притчи о богаче и лазере, ибо безрассудно подверг осуждению душу свою. Как тело, вышедшее из матерни и утробы, несовершенным не может жить, так душа, исшедшая из тела, не достигнув благовидения через доброе житие, спастись или быть в общении с Богом, не может. Тело, соединяясь с душой, выходит свет из мрака чрева, а душа, соединяясь с телом, заключается во мраке тела. Поэтому надобно не жалеть и обуздывать тело, как врага и противоборца души, и во множество яст и сласти возбуждают злые страсти в людях. Воздержанное же чрево усмиряет страсти и спасает душу. Орган зрения телесного – глаза, а орган зрения душевного – ум. Как тело, не имеющее от чести слепого, не видит солнца, освещающего всю землю, и море не может наслаждаться светом его, так душа, не имеющая благого ума и доброй жизни, слепа, не ведает и не славит Бога, Творца и благодетеля всей скварии, и войти в наслаждение Его нетлением и вечными благами не может. Неведение Бога от нечувствия и безумия души, от всего неведение рождается зло, от боговедения же пребывает людям добро и спасает душу. Итак, если пребывая в трезвении и боговедении, стараешься ты не исполнять своих пожеланий, то ум твой обращен на добродетели. Если же опьянен неведением Бога, в удовольствие свое стараешься исполнять злые пожелания свои, то, подобно бессловесным, погибнешь, не помни тех бед, какие имеет встретить себя по смерти. Дело промысла есть и то, что бывает по непреложному порядку. Богом для мира определенному, как, например, то, что солнце восходит и заходит каждодневно, и земля приносит плоды, все же человека ради сотворено. 121. Что Бог творит, как благий, для человека творит. А что человек делает, то делает сам для себя, как доброе, так и злое. Чтобы не быть тебе в недоумении относительно благодельствия злых людей, знай, что как города содержат палачей, не потому, чтобы похваляли их злейшее произволение, но для того, чтобы посредством их наказывать достойных того. Так и Бог попускает злым преобладать в житейском для того, чтобы через них наказывать нечестивых. После же их самих предав он суду за то, что они, не Богу служа, а своей собственной злой, злобе, раболепно удовлетворяя, причиняли людям зло. И если бы, почитающие идолов, знали и видели сердцем, что почитают, то не совратились бы в пути благочестия несчастных. Но, созерцая красоту, чины, промысл во всем сотворенном и бывающем от Бога, познали бы сотворившего все сие человека. Человек, будучи зол и неправеден, может убивать. В Божье непрестанно дарует жизнь и недостойным. Будучи неизавистен ко всем щедр и благ престиству, восхотел он, чтобы был мир, и он стал быть и продолжает быть для человека и спасения его. Настоящий человек есть тот, кто понял, что такое тело, именно что оно тленно и маловременно. Таковы и душу понимает, как следует, именно что она божественна, бессмертна, и, будучи вдумавением Бога, соединена с телом для испытания восхождения к богоподобию. Понявший же душу, как следует, живет право и богу угодно, не доверяя и не поблажая телу. Сотвертая Бога умом своим, он зрит умно, и вечное благо, даруемое Богом душе. Бог, будучи благ и независтен, щедрадателен, дал человеку свободу в отношении к добру и злу, одарив его разумом, чтобы, созертая мир, и что в мире, познавал он сотворившего всяческое для человека. Но человек неправедный может желать и не разуметь этого, может к своему несчастью и не веровать, и мыслить противно истине. Такую иметь человек свободу в отношении к добру и злу имеет. Таково Божье определение, что по мере возраста тела душа исполнялась умом, дабы человек из добра и зла избирал угодно ему, то есть добро. Душа же, не избирающая добра, не имеет ума. Почему, хотя все тела имеют душу, но нельзя сказать, что всякая душа имела ум. Боголюбивый ум бывает у целомудренных, преподобных, праведных, чистых и благих, милостивых, благочестивых. Анатолий Великий, 126, кассета первая. Кассета первая, 127. Одно только невозможно человеку. Одно только невозможно Богу. С Богом возыметь общение он может, если поймет, как это возможно. Ибо при желании и понимании дела, ради веры и любви, свидетельствами доброй жизни, человек становится собеседником Богу. Глаз видит видимое, а ум постигает невидимое. Боголюбивый ум есть свет души. У кого ум Боголюбив, тот просвещен сердцем и зрит Бога умом своим. Ни один добрый не срамен. Кто не добр, тот, конечно, и зол, и телолюбив. Первоначальный добродетель человека есть презрение плоти. А отрешение от благ, как привременных, пленных и вещественных по произволению, а не по бедности, соделывает нас наследниками благ вечных и нетленных. Кто имеет ум, тот знает о самом себе, что он есть именно, что он есть человек пленный. Себя же, познавший, знает и обо всем, что оно есть творение Божие и создано для спасения человека. Так все разуметь и право веровать состоит во власти человека. Таковы муж твердо знает, что презирающие житейские блага труд имеют очень небольшой, а утешение и покой получают от Бога по смерти вечные. Как тело без души мертвое, так душа без ума бездействия, безтрудно. И Бога достоянием своим иметь не может. Одного человека Бог слушает, одному человеку Бог является. Ибо человеколюбив есть Бог, и где бы ни был человек, там есть и Бог. Один человек есть достойный Бога поклонник. Для человека Бог преображается. Для человека создал Бог небо, украшает звездами. Для человека создал Он землю, и люди возделывают ее для себя, не чувствующие такого Божьего промышления, несмысленной душою. Добро невидимо, как невидимо сущие на небе, а зло видимо, как видимо сущие на небе, на земле. Добро есть нечто сравнение не имеющее. Человек же, имеющий ум, избирает добрейшее. Один человек способен познавать Бога и творение Его. В душе действует ум, а в теле природа. Ум обожает душу, а природа разлагает тело. В каждом теле действует природа, но не в каждой душе бывает ум. Почему не всякая душа спасается? Душа есть в мире, как рожденная, а ум превыше мира, как нерожденный. Душа, понимающая, что есть мир и желающая спастись, имеет неотложным законом каждый час помышлять в самой себе, что вот ныне подвиг, смертные истязания, дел, на коем не терпишь взора судей, и что будто уж гибнет душа, помышляя так, она хранит себя от ничтожных и храмных удовольствий. На земле положены Богом рождение и смерть, а на небе полнота всего и неизменности. Все же сотворено для человека и спасение его. Не нуждающийся ни в каких благах Бог для человека устроил небо, землю, стихии, доставляя ему через них всякое наслаждение благами. Смертное подчинено бессмертному и служить ему той стихии человеку по человеколюбию и существенной благости Создателя Бога. У Бога, не имеющий сил, вредит, не ставится в число деятельно благочестиво. Но кто может причинить вред и не употребляет силы своей на зло, а щадит уничиженных по благочестию пред Богом, тот бывает причастником воздаяния благих и по смерти. По человеколюбию, создавшего нас Бога ко спасению, есть весьма много путей, обращающих души и воздающих их на небеса. Души человеческие получают за добродетель награды, а за грехи и наказания. Сын в отце, дух сыни, отец в обоих. Верой человек познает все невидимое и умопредставляемое. Вер же есть свободное убеждение души в том, что возвещается от Бога. Как те, которые по каким-либо потребностям и обстоятельствам вынуждаемы бывают переплывать большие реки, если бывают трезвые, сохраняют жизнь. Ибо хотя бы случилось сильное стремление вод, хотя бы даже зачерпнулась и вода лодкою, а не спасается, ухватившись за что-либо, бывающие обычно при берегах. Если же бывают пьяны, то хотя бы тьмо кратно покушались, заплыть до края, будучи одолеваемым вином, погружаются в волнах и остаются вне круга живых. Таким же образом, если и душа, паша, волны и кружение течений жизни сама не возникнет из-под плотолюбия и не познает самой себя именно, что она, будучи божественной и бессмертной, соединена с вещественным телом, маловерным, многострастным и смертным, только на испытании и позволит себе увлечься плотскими страстями на пагубу себе, то как презрительница себя самой пьяной неведением и о себе незаботящейся погибает и остается вне круга спасаемых. Ибо тело, подобно реке, часто увлекает нас к непотребным удовольствиям. Умная душа, стоя непоколебима в своем добром намерении, обуздывает, как коня, гнев и похоть эти неразумнейшие свои страсти и за то, что борется с ними, укращая, преодолевая их, увенчивается и удостаивается пребывания на небесах, получает ее как воздаяние за посев и труды от создавшего ее Бога. Истина. Умная душа, смотря на счастье злых и благоденств и недостойных, не возмущается при помышлении о их наслаждении всей жизни, как это бывает с людьми безрассудными. Ибо такая душа ясно знает и непостоянство счастья, и безвестность пребывания здесь, и маловременность жизни всей, и нелицеприятность суда и веруют, что Бог не небрежет о том, что необходимо для ее пропитания. Жизнь сладская и наслаждение жизни сей большим богатством и власти бывает смертью для души. Напротив, труд, терпение, бедность с благодарением и умерщвение тела есть жизнь души и путь к вечному утешению. умная душа, придирая вещественное стяжание и маловременную жизнь, избирает утешение небесное и жизнь вечную, которую и получит от Бога за доброе житие. Имеящее на себе замаранную одежду, марает платья тех, кои прикасаются к ним. Таким же образом люди, злые нравом и несправным поведением, обращаясь к простейшими и говоря к ним неподобающей речи, как грязь оскверняет душу их через слух. Начало греха есть похоть, через которую погибает умная душа. Началом же спасения и царствие небесное бывает для души любовь. Как медь брошенную небреженную оставленную бездолжного непопечения повреждают саржавшими и появляются еще на ней от долговременного лежания, связки и неупотребления в дело и через то делается недобротную и непотребную. Так а душа, пребывающая в бездействии и не заботящейся о доброй жизни и обращении к Богу, злыми делами своими, лишая себя покрова Божия, снедается злом заражающимся в веществе тела от такого нерадения и через то является недобротной и негожей ко спасению. Бог благ и бесстрастен и неизменен. Если кто, признавая благословным и истинным то, что Бог не изменяется, не думает, однако же, как он, будучи таков, о добрых радуется, злых отвращается, на грешников гневается, а когда они не каются и являются милостив к ним, то на себе надо бы сказать, что Бог не радуется и не гневается, ибо радость и гнев суть страсти. Нелепо думать, что Божеству было хорошо или худо из-за дел человеческих. Бог благ и только благое творит. Вредит же никому не вредит, пребывая всегда одинаковым. А мы, когда бываем добры, то вступаем в общение с Богом по сходству с Ним. А когда становимся злыми, то отделяемся от Бога, по несходству с Ним. Живя добродетельно, мы бываем Божьими, а делаясь злыми, становимся отверженными от Него. А сие не то значит, чтобы Он гнев имел на нас, на то, что грехи наши не попускают Богу восхиять в нас. С демонами же мучителями соединяются. Если потом молитвами и благотворениями снизкиваем мы разрешение во грехах, то это не то значит, что Бога мы ублажили и Его переменили, но что посредством таких действий и обращения нашего к Богу, уврачевав сущее в нас зло, опять соделаемся мы способными вкушать Божью благость. Так что сказать, Бог отвращается от злых, и есть то же, что сказать, Солнце скрывается от лишенных зрения. Благочестивая душа знает Бога всячески, ибо быть благочестивым есть не что иное, как исполнять волю Божию, а это и значит знать Бога. То есть, когда старается кто быть независливым, целомудренным, кротким, щедрым по силе, общительным, нелюбопрительным, и делать все, что угодно воле Божией, то он творит волю Божию. 152. Ведение Бога и страх Божий суть врачистов против страстей плоти. Почему, когда в душе есть не ведение Бога, тогда страсти, оставаясь неисцеленными, портят душу. Она тогда раскрывается от живущего в ней зла, как от долговременного вреда. Но Бог не виновен в этом, потому что Он даровал людям ведение и разум. Бог исполнил человека ведением и разумом, стараясь очистить страсти самопроизвольное зло и по своей благости желая приложить смертное в бессмертие. Ум, находящийся в чистой боголюбивой душе, истинно зрит Бога нерожденного, невидимого, неизглагованного, единого, чистого для чистых сердцев. Венец снесления, добродетели, спасения человека есть благодарно переносить несчастье. Обуздание же гнева, языка, чрева и савтолюбия весьма великой бывает помощью для души. То, чем держится мир, есть промышление Божие, и нет ни одного места, которого не касалось бы это промышление. Промышление же есть самосовершительное Слово Божие, образователь, входящий в состав мира всего вещества, у строителей и художников всего бывающего. Никак невозможно веществу принять прекрасное устройство без рассудительной силы Слова, которое есть образ, ум, мудрость и промышление Божие. Возбуждаемая воспоминанием похоть есть корень страстей родственных тьме. Находясь всем похотным воспоминанием, душа не знает о себе, что она есть в дуновении Бога и бросается на грех, не помышляя о крайней беде, в какой она безумная будет находиться по смерти. Самая большая неисцельная болезнь души и пагуба ее есть Бога забвения и тщеславия. Похотение зла есть лишение блага. Благо же наше состоит в том, чтобы охотно делать всякое добро, которое угодно Богу всячески. Один человек способен принимать Бога. Ибо с этой живой тварью беседует Бог только с нею. Ночью через сновидение, а днем через ум, достойным его людям всячески предсказывает и предзнаменит он будущее блага. Для верующего и произволяющего нисколько не трудно познать Бога, если же хочешь зреть его, смотри на благоустройство всего и промышления о всем, что было и бывает словом его. И все это для человека. Святым называется тот, кто чист от зла и грехов. Почему величайшее совершенство души и дела весьма Богу угодно и то, когда нет в человеке зла. Именно рицательное есть означение одного из числа многих. Но неразумно думать, что Бог, который есть един, единствен, имел соименных в себе. Ибо слово Бог означает безначального, все сотворшего для человека. Если сознаешь за собой худые дела, теки их от души твоей в чайне благ, ибо Бог праведен и человека любив. Знает Бога и знаем бывает от Бога тот человек, который старается быть всегда неотлучным от Бога. Неотлучным же от Бога бывает человек добрый во всем и воздерживающийся от всякого чувственного удовольствия, не по недостатку средств к тому, а по своей воле и свободной воздержности. Редактор субтитров Продолжение следует...